Будь в форме. Стилепрограмма.про. Сайт в большом городе. Я помню, когда на чемпионате мира молодежи пришел к нам в раздевалку Антон Владимирович Тарасов. Величайший вообще человек, и тренер, и педагог, и оратор, и писатель, и психолог. В общем, пришел к нам в раздевалку, очень важный момент. Сказал нужные слова, и мы после этого стали чемпионом мира. Ну и примерно такая же у меня роль. Настроить ребят на финал, сказать какие-то слова, которые им помогут в итоге, в общем, победить. А играть самого себя сложно или наоборот легко? Ну, пишет текст, потом что-то думаешь, переваришь, что-то стараешься свое добавить. В итоге получается такой уже текст от себя. Обычно попадаешь, попадаешь в то, что нужно. Скажите, а с какими эмоциями вы выходите на съемочную площадку и особенно на лед? Ну, первый опыт, конечно, был у меня такой, он своеобразный. Конечно, прикоснуться к величию кинематографа, это такая вещь, которая с детства у каждого, наверное, глубоко так находится. А тут камера, кино, вот, идешь по улицам, дети подходят. У эфетистов, я говорю, да, откуда ты меня знаешь, говорит, вот, молодежку смотрю. Прикольно, это было поначалу как-то так. Вы знаете, уже актеров по первому, по второму сезону, скажите, а сейчас они как-то выросли как именно спортсмены? Просто настоящий хоккеист, конечно, было смешно смотреть поначалу. Вот, сейчас ребята играют, играют в хоккей. Тут они, в общем, я их приглашал на один праздник, уже выходили. Правда, флорбол играть с профессиональными ребятами смотрится уже практически не отличить. Скажите, пожалуйста, пару слов нашим зрителям, стоит ли им смотреть последний сезон сериала и почему? Ну, очередной, наверное, так, конечно, не хочется, чтобы он, да, он заканчивался. В связи с каждым сезоном ты смотришь, как-то буквально на глазах меняются твои дети, твои, там, не знаю, братья, ребята, которые, в общем, живут рядом. В любом городе ты можешь, как бы, ну, эту историю для себя представить. Вот, и, конечно, это уже такой уже серьезный уровень, очень много труда вложено. Ребята повзрослели, они уже понимают в себе цену. У них уже какие-то появились совершенно другие и перспективы, и цели, наверное, в жизни. Конечно, это всегда интересно. Наиболее ценное в этом сериале – это естественная история про самый популярный вид спорта в стране. И как можно, в общем, из команды неумеха, по сути дела, без всяких амбиций, с непонятным лидером превратиться в успешных людей. Евгений, расскажите про ваши эмоции сейчас от работы по сравнению с самым первым вашим съемочным днем, когда вы вот сюда пришли. Сейчас я могу себе позволить думать над ролью, наверное, над ролью на льду. Потому что в первый съемочный день, я его хорошо помню, когда я вышел на лед, у меня тряслись ноги, ну, от волнения, от ответственности, которую на меня просто положили. И действительно, это был мандраж, это был ужас в глазах, это будто не текст, это был какой-то такой сумасброд. А сейчас, сейчас, сейчас я немножко потренировался, вроде многие вспомнили все, что надо делать. Остается только ездить и улыбаться, либо, в общем, играть роль, играть роль дрозда. Как? Выходить на лед, конечно, легче, потому что гораздо привычнее, и уже столько тренировок позади, и желание выходить на лед, оно с каждым днем все больше и больше, поэтому и удовольствие выходить на лед гораздо больше к четвертому сезону, потому что больше чего умеешь делать, да и катаешься лучше. Расскажите про вашего героя в этом сезоне. Миша Пономарев, пожалуй, остается, наверное, самым стойким оловенным солдатиком, потому что сценаристы, что бы с ним ни делали, какие бы его пытки судьбы ни подводили, он все равно остается, сохраняет свою стойкость характера, свою доброту, свою честность, свою порядочность, в общем, остается совестью команды, как и в первом сезоне. Я думаю, что вообще этот сериал сделан не на то, чтобы персонажа удивляли. У нас здесь коллектив, здесь идея всего сериала – это коллектив, сплоченный коллектив. И все, что происходит, мы делаем коллективом, поэтому, я думаю, удивлять мы будем все вместе. А были ли какие-то для вас сложные моменты в плане съемок, может, эмоционально? Ну, конечно же, были, очень сложные. Сложных сцен в этом сезоне гораздо больше, чем всех трех вместе взятых, допустим, так. А вы смотрите на себя по телевизору, когда выходит сериал, как-то оцениваете себя со стороны? Первый, второй сезон мы весь отсмотрели, потому что были охвачены просто этим, но для артиста это очень плохо, нельзя смотреть на себя, потому что можно попортить себе карьеру. Ну, не знаю, наверное, лучше на этот вопрос режиссеры ответят, которые запрещают артистам смотреть плейбэк и так далее. Ну, просто нельзя так делать, не надо смотреть на себя в камере, это нехорошо. Сил мы оставляем здесь много и, надеюсь, результат тоже не будет оправдан. Дорогие телезрители, сериал «Молодежку» нужно смотреть, потому что мы ее уже с вами настолько сильно любим, что по-другому нельзя. Нельзя не смотреть. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!